Когда вы дуете в кларнет, язычок в мундштуке вибрирует, создавая звук. Чтобы этот звук превратился в отдельные ноты, музыкант манипулирует с длиной колонны вибрирующего воздуха внутри инструмента, открывая и закрывая разные игровые отверстия. Приготовиться. Начали. Таких игровых отверстий у стандартного кларнета 24. Музыкант закрывает некоторые из них пальцами, остальные нажимая клавиши. Эти клавиши сделаны из нейзельбера, иногда из латуни. Горячий воск заливают в гипсовую форму конкретные клавиши. Затем опять, используя горячий воск, несколько форм той же самой клавиши крепят к корпусу. Это так называемое дерево устанавливают в цилиндр. А затем в устройство для изготовления слепков, в котором пространство вокруг ствола заполняют материалом на основе кремния. Когда керамика затвердеет, воск расплавляют, и он вытекает через донышко. Так создается полость, соответствующая форме дерева. Теперь форму помещают в литейную машину. В ее миниатюрный горн загружают в нейзельбер. Металл плавится и заполняет всю полость. Для охлаждения слепка и затвердевания его опускают в теплую воду. Металл сжимается по мере снижения температуры и высвобождается из формы. Дерево извлекают и снимают клапаны. После чего снимают все лишнее с каждого клапана. После этого клапаны отправляются в барабан для очистки, заполненный синтетическими камнями. Камни полируют клапаны и готовят их поверхность к серебрению. Непосредственно к нейзельберу серебро не прилипает, поэтому клапаны сначала покрывают медью. Для каждого уровня клапаны опускают в синтетический раствор и подают на него отрицательный электрический заряд. А положительный – на кусочки металла, которые используются для покрытия. Подобно магниту, частицы металла притягиваются к клапанам. В результате создается тонкое целостное покрытие. Корпус кларнета состоит из двух частей и изготавливается, как правило, из дерева, или, как вот этот, из пластика. Специальная компьютерная дрель сверлит 24 игровых отверстия и 40 более мелких отверстий в стойке, которые поддерживают клапаны. Ультразвуковое сварочное устройство вставляет каждый клапан в соответствующее отверстие и одновременно направляет в него сильную звуковую волну высокой частоты, чтобы расплавить пластик вокруг базы. Таким образом вставки надежно закрепляются. Следующее устройство делает отверстие в головке каждой вставки для тяг, которые управляют клапанами. Концы корпуса кларнета покрывают натуральной пробкой, после чего проверяют внутреннюю часть. Подошло время окончательной сборки. Все движущиеся части смазывают, после чего в механизмы вставляют 17 клапанов. В каждом клапане есть прокладка, которая предотвращает выход воздуха, когда отверстие закрыто. Чтобы проверить, хорошо ли запечатано отверстие, используют полоску фольги. Когда работа с корпусом инструмента завершена, музыкант собирает его и проверяет, чтобы каждый клапан двигался плавно. После того, как установлен раструб и наконечник, она проводит проверку звуковых качеств. Для этого играет специальные упражнения. Теперь кларнет отправляется в упаковочный отдел, где упаковщик аккуратно снимает отпечатки пальцев и остатки ткани и смазки. Наконец, отдельные части укладываются в ящик, обитый бархатом. Достойный финал производства инструмента, который выглядит так же красиво, как звучит, пока на нем не заиграл я. Прекрасно, мой друг, ты обрел голос. Вам знакомы странники на берегу? Тогда хотя бы имя Колман нет. Прекрасно, мой друг, ты обрел голос.